Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу свое мнение об бета-тесте Crackdown 3. На днях я все-таки затестил мультиплеерный режим эксклюзивной игры Microsoft, в которую переносили множество раз, и в которую внедрены мега-супер-инновационные облачные технологии. И, знаете, как-то не очень. К серии Crackdown я всегда относился нейтрально, никогда у меня она не вызывала супер-каких-то мега-эмоций, но поиграть в третью часть мне все-таки хотелось, ведь там есть полная разрушаемость, которая вызвала у меня, ну, просто дикий интерес. После первой катки, а именно после первого запуска, я понял, что что-то тут не так. И это совершенно не то, что я себе представлял. А до включения я думал, что эта игруха будет весьма фановой, интересной, прикольной, что там будут рушиться дома, они будут падать на игроков, игроков будут убивать, все динамично, классно, прикольно, но оказалось, что это нихрена не так. Играя в игру, которую делали 5 лет и о которой ходило столько шума, ты ощущаешь себя, будто ты в мобильной игре, где по большему счету игра играет сама за себя, и никакого кайфа она вообще тебе не приносит. Мультиплеерный режим можно описать двумя словами, прыжок и авто-аим. Да, и не более. Это самое основное, что есть в игре помимо разрушаемости. Ты просто бегаешь, автоматически наводишься, стреляешь и просто ждешь, кто из вас первый умрет. Конец. В принципе, это было известно и до этого, что так все будет. Но самой главной фишкой игры должна была стать полная разрушаемость, которая должна была принести ну просто море эмоций, next gen, все дела. Признаться, я офигел, что на карте столько много частиц, много падающих объектов, стены и тому подобное. За это прям респект разрабам. Ни одного проседа, лага замечено не было. То есть, в силу облака я действительно поверил. Но сама эта разрушаемость стала безмысленна. И создается ощущение, что ее внедрили лишь потому, что ее просто все время обещали. И просто все время о ней говорили. Играя, у тебя нет никакой мотивации разрушить здание, нет мотивации как-то сломать стену и нанести урон почему-либо. Это у тебя получается лишь случайно и никакого смысла, опять же, это все не несет. Здание, объекты, которые падают, никаким образом не трогают игрока. Они сделаны лишь для визуальной части и лишь для того, чтобы хоть как-нибудь убежать от авто-аима. И знаете, сама разрушаемость выглядит, ну, не так красиво, как это было давным-давно. Совсем не так. Вот так вот вот было. А вот так вот вот стало. То есть совершенно не то, что планировалось ранее. Мало того, что вместо большого города нам дали маленькую карту, так еще и поменяли стилистику. Ну ладно, фиг бы с ней, и так с Хавой. Я ради прикола пытался разбивать только здание, и на это у меня ушло многовато времени. Сначала рушатся стены, остается каркас, и как только наверху остается не так много стен, здание падает. Чтобы полностью разрушить здание, придется стрелять только лишь по нему и приличное количество времени. Пофиг, что показывали до этого. Пофиг, что я сам себе представлял. Но самой главной проблемой мультиплеера является в том, что он тебя никак не цепляет. Он не приносит никакого кайфа и интересности. Не тогда, когда падает здание, не тогда, когда ты убиваешь соперника. Тебе просто пофиг, и это все тебя просто не радует. Просто равнодушие. К примеру, когда ты играешь в Gears of War, тебя радует, что ты убил соперника. Когда ты играешь в PUBG, тебя радует, что ты занял топ-1. Играя в RDR, ты просто кайфуешь от реалистичности. То есть в Москву возникает такое вот некое чувство кайфа, такой щелчок, который заставляет тебя вернуться в игру еще раз. В крэкдауне что-то такого не наблюдается. Ни атмосферы, ни какого-либо звука, ни геймплея, ничего. Вот просто вообще абсолютно ничего не цепляет. Разрушаемость сделали довольно долго, это должна была быть самой главной фишкой игры, а в итоге получилось так, что она нахрен не нужна. Вот по сути, если убрать разрушаемость, суть игры не изменится. Она лишь нужна для того, чтобы человек убежал от автоейма и для эффекта. Что вот, ну, все разрушается, все. Все вот эти падающие здания, они никак, никак не касаются игрока. Это, ну вот просто карточный домик падает, и все, и ты просто бежишь дальше. Никакого урона, никакого взаимодействия. Вот, ну, упало здание и упало. Ты просто офигел, что типа вот, ого, оно падает. Вот, и все, и больше никакой реакции нет, типа. Ну да, нам ведь обещали, типа, полной разрушаемости, и вот ее добавили. Круто! Сказать честно, я расстроен, что игру делали 5 лет, и она вышла вот такой вот. Да, это не релиз, я еще не играл в компанию, я не могу оценить игру в целом. Но скажу я вам, что бета-тест многое дает знать о игре, очень многое. И, можно сказать, бета-тест показывает, какой игра будет на релизе. И знаете, сейчас очень модно оправдывать игру. Особенно какой-нибудь эксклюзив, либо эксклюзив PlayStation 4, либо эксклюзив Xbox One. И единственный аргумент к тому, что Crackdown получилась такой, может быть то, что Crackdown это не ААА проект. ААА проект. И типа, из-за этого класса игра сама по себе не может быть ого-го, и поэтому она получилась такой. Но, как по мне, это так себе аргумент, с учетом того, что игруха-то стоит 4К. Лично мне мультиплеерный режим вообще не понравился. Я не знаю, что в нем может зацепить, что может, я не знаю, взбодрить игрока, чтобы он пришел туда снова. Вот для чего это все сделали, я так и не понял. Если кто как-то не верит и хочет попробовать эту игру сам, то протестируйте ее сами. Все подробности тестирования я оставлю в комментариях ниже. Ну и на последок видео я хочу поддержать людей, которые купили эту игру за 4 тысяч рублей. Просто эф, пацаны. И вас очень жаль. Вот такое вот у меня мнение о мультиплеере Крэкдаун 3. Обязательно поставьте лайк, если вы солидарны с моим мнением. Подписывайтесь на канал, а также пишите свое мнение о данной игре. А, несмотря на то, что она мне не понравилась, у меня есть еще подписка Xbox Game Pass, и поэтому, если в игре можно будет создать частное лобби, то готовьтесь, что будет сходка. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Не, ну Крэкдаун вообще говно. Конечно, пиздец.